Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам рассказать о тонике для лица для сухой кожи. Вот такой вот тоник. Покупала я его совсем недавно, но, как видите, он у меня уже практически заканчивается. Я сейчас такой составлю, о нем краткий обзор. Во-первых, этот тоник предназначен для сухой кожи. В нем 150 мл. Как всегда, он сделан по ГОСТу и срок годности у него 18 месяцев. У меня комбинированная кожа, но, тем не менее, я себе купила вот этот вот тоник. И почему? Мы привыкли, что если у нас жирная либо комбинированная кожа, то мы обязательно должны себе подбирать какие-то средства, которые предназначены как раз для такого типа кожи. Но бывают такие периоды, когда у вас кожа, например, начинает вдруг ни с того не возьмись шелушиться, например. И в связи с какими-то погодными условиями, либо понижение температуры, либо повышение температуры, морозы, центральное отопление, чувствуется какое-то шелушение, дискомфорт на лице, кожа при умывании стягивается. И, собственно говоря, есть такие предпосылки, на которые мы должны обратить внимание и что-то поменять в своем уходе. И то же самое у меня. Несмотря на то, что у меня кожа комбинированная, но, тем не менее, я гляжу по состоянию кожи и покупаю именно те средства, которые мне нужны в тот или иной период времени. Я заметила, что у меня кожа по сравнению с предыдущим годом, она стала более суше, как-то больше стала реагировать на умывание и шелушиться начала. И поэтому я решила, что мне необходимо что-то поменять в своем уходе. И я себе взяла вот такой вот нежный тоник для лица. Вообще у меня тоников большое количество. У меня всегда где-то либо два, либо три тоника. И я их комбинирую в зависимости, опять же, от состояния моей кожи. Если я чувствую, что у меня кожа чуть-чуть суховатая становится, то я пользуюсь каким-то тоником, вот именно предназначенным для сухой кожи. Если я чувствую, что у меня какие-то воспаления на лице возникли, то я тоник беру либо для жирной и комбинированной кожи, либо, допустим, я пользуюсь тоником из серии BioEffect. Почему важно пользоваться тониками для лица? Почему это является обязательным элементом после того, как вы очистили лицо, после того, как вы умылись? И даже если, допустим, вы с утра встали и у вас нет ничего на лице, нет того, чтобы вам необходимо было смывать каким-то очищающим средством, обязательно лицо нужно протереть тоником. Тоник, он тонизирует кожу, увлажняет, подготавливает к приему крема, потому что крем лучше распределяется по коже, он легче впитывается, лучше впитывается и эффективность крема тоже увеличивается. И еще один такой фактор, мы все равно, когда умываемся, у нас какие-то частички остаются на коже очищающего средства. Эти частички, они незаметны. Если мы посмотрим кожу после умывания под микроскопом, да, или, допустим, мы снимем там мазок, да, и проведем там какой-то анализ, мы поймем, что мы не до конца очистили лицо и не до конца смыли очищающее средство. Это уже доказанный факт. И тоник предназначен для того, чтобы вы и ватным диском смогли стереть остатки очищающего средства. Поэтому тоник для меня это обязательный такой вот элемент в моем ежедневном уходе для лица. И, как правило, я тоники чередую. Я, например, могу пользоваться вечером одним тоником, например, для жирной комбинированной кожи, либо из серии BioEffect. А с утра я могу либо нормальным тоником для нормальной кожи, либо для сухи. Но, опять же, я смотрю все по состоянию кожи, потому что в какие-то периоды времени она у вас может быть более сухая, в какие-то более жирные, возраст, возрастные есть какие-то изменения. Поэтому обязательно нужно отслеживать, потому что вот в данный момент у меня кожа более сушая. Потом пройдет какое-то время, она, может быть, у меня станет более жирнее, и мне необходимо будет перейти немножко на другие средства. Тоник, между прочим, очень хороший. Он как раз очень хорошо вот снимает либо стягивание, если у вас есть какое-то стягивание после умывания, либо шелушение какое-то у вас есть на лице. То есть замечательно вообще снимает вот это вот раздражение. И при том, при всем, он еще хорошо увлажняет. Здесь есть в его составе какой-то очень такой суперкомплекс, который позволяет не только увлажнить кожу, но и покрывать лицо какой-то, ну как пленочкой что ли, даже не пленочкой, и удерживать влагу кожи. То есть у вас не будет влага с поверхности кожи испаряться, и, соответственно, у вас не будет так сохнуть кожа лица. Да, я про запах, про его вам не сказала. Запах достаточно такой легкий, немножко сладковатый. Я бы не сказала, что он какой-то морской, потому что, ну, я не знаю, аквокислород у него все-таки ассоциируется с какими-то морскими нотками. Но, может быть, здесь и присутствуют они, но в небольшом количестве для меня он ассоциируется, вот этот запах с какой-то такой свежестью, сладостью, такой сладковато-свежий аромат. Ну, не навязчивый. Ну, вот и все, в принципе, что я хотела сказать, потому что, ну, что можно о тонике рассказать? Только поделиться своими собственными впечатлениями и какими-то моментами в его применении. Вот таким вот получился у меня обзор. Надеюсь, он коротким будет. Надеюсь, он вам понравится. Оставайтесь на моем канале, смотрите мои дальнейшие ролики. Всем желаю хорошего, доброго, счастливого настроения. Всем пока-пока.